Итак, решил отписаться о своем новом приобретении из Поднебесной. На миске есть обзор, но продавец другой, да и чем больше конкретной информации, тем лучше. Итак, встречаем нового героя. Hero 9300 Plus на новой платформе MTK 6577. Срок обладания 2 недели. Начнем с упаковки, я заказывал два телефона М с доставкой. Про второй напишу в отдельном обзоре, скажу только что тоже MTK 6577, копия SGS-3. Пришли оба отлично упакованные, ни одного угла не замята. Все выполнено профессионально. ЕМС как обычно отказалась вскрывать, так что вскрывал в одиночестве. Под слоями упаковки меня встретила черная коробка с серебряным силуэтом телефона. Внутри великолепный телефон с глубоким черным экраном. Две серебристых батареи, гарнитура, зарядное устройство на одно. Обычная задняя крышка, флип-чехол, объединенный с задней крышкой, защитная пленка с салфеткой. Инструкция, карта памяти SD 16 ГБ уже установленная в телефон, что как бы намекает на проверку качества перед отправкой. Фото девайса, фото 3, фото 4, фото 5, фото 6, фото 7, фото 8, фото 9. Ссылка на полноразмерные фото. Файлс, мейл, рот мт 9ф2. Много фото на сайте продавца. Фото не отретушированы, так что получите именно то, что на фото. Видео. На файлообменнике. Размер 200 МБ. Пароль к файлу, низко. Уменьшать не стал, так как просили обзор улучшить. Файлс, мейл, рук кси 54х. Батарейки с гордой надписью 2800 мах. На практике меня очень порадовала данная батарея. В 7 утра снимая с ЗУ включил Wi-Fi было 100%. Яркость почти на максимум, одна. Сим-карта, второй пока не обзавелся. Около часа разговоров в день, 30 минут серфинга, 15 минут игр. На следующее утро, 51% остаток заряда. И второй день в том же режиме. Отличный результат. На одну амперном ЗУ заряжается не слишком долго, ночью не отслеживаю. Гарнитура, работает. Флип-чехол, отлично. Добротно сделан. Окантовка прорезинена. Смотрится достойно и вполне функционально. Легко загибается назад, что позволяет использовать в автомобильном держателе, да и говорить удобно. Не увеличивает телефон. Делает незаметно толще на 1 мм. С легкостью носится в кармане джинс. Не мешает, сидя на стуле и в машине. Экран. Неописуемо. Конечно может этого мне говорит моя радость. Впервые результат превзошел ожидания. Глубокий, черный, картинка отличная и сочная. Родную пленку в топку, наклеил матовую. Универсальная идеально подошла по ширине, скосил углы и получил привычно шершавенький экран. Яркость не пострадала, читабельно на солнце. Оболочка. Сказать что быстро, значит ничего не сказать. Очень шустрый, приложение грузится очень быстро. Пришел с двухмя китайскими приложениями, не напичкано ненужным софтом. Зато с 3500 симулятором, что позволило сразу посмотреть на скорость отработки графики и датчиков наклона. Все работает быстро и без лагов. Если появятся проблемы, отпишусь, хотя сомневаюсь. Не вижу резона менять заводскую прошивку, когда все работает. Платформа, процессор. MTK65771GZ Cortex A9 Dual Core. Что тут добавить? Быстро зараза. В интернете много тестов Antitu, которые мне говорят то же самое. A9 способен воспроизводить видео высокого разрешения. На этом экране смотрится хорошо. Рам, оперативная память. 512 мегабайтов оперативной памяти хватает с лихвой, но не будете живы одновременно играть в несколько тяжелых игр. Браузер. Я думаю это всем интересно. С таким экраном грех не пользоваться. Пока использую родной. Грузит быстро. Позволяет масштабировать. Сам подгоняет по размерам, читать удобно. Видео, музыка, книги, фото все на ура. Skype. Работает сразу при установке с маркета. Сразу проверил видеозвонком на iPhone. Отлично. Viber. Отличная альтернатива Skype, только без видео. Тоже хорошо работает. Интегрировался, не мешает, не лагает. Интернат радио. Тут же можно отметить и Wi-Fi. Приложение запускается моментально, к сети цепляется 2 секунды. Wi-Fi отрабатывает на отлично, показывая уверенный прием вдали от роутера, где у других телефонов качество ниже среднего. По 3G тоже показывает хороший результат. Но окружен Wi-Fi почти всегда, так что мало использую. GPS. Проверка проводилась на улицах славного города Екатеринбурга. Установлен Navitel. Запуск программы, секунды. Спутники находят быстро, с дороги не уводят. В общем очень достойно, особенно с экраном 5. 3 дюйма. Камера. На камере для видеозвонков останавливаться не буду, работает, нормального качества. Основная камера, гордая надпись 8 Мега. По факту никто не скрывает, что 5 интерполяций до 8 Мега. Умеет снимать панораму. Всякие эффекты. Что порадовало, так это снимки хорошего качества с данной камеры. Вспышка яркая и далеко бьет. Панорама. Индустриальный вид из окна два кадра урезал. Да, некуда поворачиваться было, папа баньку строит. Кнопки. Качелька громкости, рядом выключение. И функциональное под экраном. Крепко сделанные не вызывают опасений. Не люфтят, не шумят. Зарядное устройство. 1 Ампер. И это я скажу вам отлично. Для такого огромного АКБ не должно быть зарядного слабее. Подытожим покупки я очень рад. За стоимость 6000 вместе с 16 гигабайтов карточкой я получил телефон отлично собранный, с современной начинкой, привлекающий завистливые взгляды и дай посмотреть. Вау, быстрый, прикольный. Хочу такой же даже владельцы айфонов кивнули головой и отметили качество сборки. Думаю не менять его следующие 1-2 года. В том, что телефон продержится нет никаких сомнений, одна металлическая рамка по периметру внушает уверенность. Сборка очень качественная. Мое мнение, Китай сделал хороший шаг в направлении качества. Заказываю с Китая более 210 лет. Сделаю обзоры других товаров. Двухъядерный процессор 1ГЗ позволит радоваться всевозможным играм год-два без нареканий. Цена. Мне обошелся дешевле, так как покупал до бешеного ажиотажа. Поговорите с продавцом, может сделает скидку. Вот моя ненаглядная саня, у которой я покупал данный аппарат. IDKN 200 миллионов 45 тысяч 206, при ссылке на меня, обещала дать скидку. Там как сами договоритесь. У меня несколько друзей уже загорелись аппаратом, и они купят его по цене, как я покупал. Я вообще всегда разговариваю с продавцом перед покупкой, так приходит примерное понимание серьезности продавца. И если продавец неадекватен, отмена покупки. Не гонюсь никогда на 5-10 баксов дешевле и всегда покупаю у продавца с рейтингом выше 95-96. Это залог удовольствия от покупки в Китае. Удачных покупок в Китае. PS. По просьбам в обсуждении ставлю программы, игры, делаю фото, видео. Могу надкусить, или поскрести. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok